приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о словах которые притягивают бедность нищету и безденежье вашей вашу жизнь поэтому ни в коем случае не произносите этих слов что это за слова далее в этом видео прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации вы знаете сила слова и сила мысли она способна менять будущее и настоящее она может менять нашу жизнь от того что мы с вами думаем говорим зависит очень многое в нашей жизни до часто мы не замечаем сколько негативом мы несем в своей жизни и в своей голове а потом мы сами удивляемся почему нам не хватает денег на самые простые вещи почему все так у нас плохо а вот действительно почему с нами начинают с нами происходит лишь то для чего мы создаем определенные условия создаем определенные вибрации наши мысли и слова они способны на очень многое изменив их и научившись правильно использовать слова мы с вами вскоре можем заметить как меняется жизнь в целом очень нужно быть осторожными со многими мыслями со словами фразами которые притягивают бедность и отталкивают наше изобилие мы с вами наверное неоднократно говорили что слова обладают очень мощной силой поэтому важно следить за тем что вы говорите с помощью слов можно привлечь в свою жизнь богатство изобилия удачу а можно наоборот нищету и неудачи в нашей повседневной жизни часто произносится слово тратить слова истратила потратила знаете они означают пустоту и потери если мы говорим о том что мы на что-то потратили деньги мы тем самым запускаем во вселенную информацию об их израсходовании ничего взамен не придет только одна пустота лучше слово тратить заменить на такие слова как приобрести купить вложить так чтобы это слово имела правильный посыл когда мы с вами произносим фразу денег нет мы бесповоротно отгоняем от себя деньги мы сами своими словами обесцениваем то что мы имеем ведь посуде по сути у нас всегда есть хотя бы одна купюра в кошельке деньги есть но они у нас предназначены на что-то другое в этот момент если говорить о том что наши мысли материале то как мы можем хотеть приумножить то чего нет нужно перестать употреблять отрицательные частицы как бы тяжело не было ваше финансовое положение в данный момент забудьте слова денег нет эта фраза является утверждением для вселенной денежный поток закрывается и у людей постоянно повторяющих эти слова действительно никогда не бывает денег следующая фраза у меня есть много денег нельзя использовать в своей речи так как вы запускаете мысль что у вас достаточно денег и больше вам они не нужны деньги исчезают по мере трат а новые из-за неправильного посыла больше не придут вашу жизнь не нужно говорить о себе или о ком-то из близких слова бедненький бедный это слово сделает вас действительно бедным человеком и неуспешным потому что именно такие слова притягивают негативную энергию проблемы и долги вашу жизнь наверное помните поговорку не жили богато не нужно и начинать вот эта фраза и создают фундамент нашей бедной жизни мы уверены что не способны что-то изменить потому только и и делаем что постоянно себя жалеем мы боимся что-то изменить или начать активно действовать так как уверены что ничего не получится и этим делаем себе посыл на бедность проще жалеть себя чем пытаться что-то изменить и двигаться вперед в итоге мы получаем неуверенность в себе и низкую самооценку казалось бы очень популярная безобидная фраза которую мы слышим магазине да и наверное вы ее также говорили сколько я должен или сколько я должна вроде бы она ничего опасного не представляет собой но если задуматься то посыл у нее очень странный слова имеет особую силу потому не стоит просто так вгонять себя в долги вы никому ничего не должны меняйте пожалуйста свое мышление ведь в магазине покупает этот или иной товар вы действительно никому ничего не должны отучитесь также говорить что мы не можем себе это позволить это для нас дорого это нам не по карману мы финансово это не потянем этим вы нарушаете программу потока денег и это грозит вам потерей финансов и даже нищетой лучше сказать я обязательно куплю это позже так как сегодня у меня другие планы и приоритеты за вашу работу и ваш труд вы получаете деньги вы делаете определенную работу вы вкладывать определенную энергию и такая же энергия возвращается вам но в виде материального в виде денег и это воплощение ваших усилий поэтому научитесь уважать свой труд и не высказываться пренебрежительно потому что такими высказывания как капуста бабло этим вы сами обесцениваете деньги деньги нужно называть деньгами вашим богатством но никак иначе потому что так вы и будете трудиться ничего не получая взамен уважение к деньгам в разы повысит их приход в вашу жизнь все мы наверное слышали выражение сосать лапу снова таки звучит очень безобидно если мы так посмотрим со стороны но если мы вникнемся то мы поймем что эта фраза сосать лапу несет в себе один сплошной негатив медведь вспоминаете обычно впадает спячку до полугода по 2 подводя под себя под эту фразу вы можете остаться без денег на очень длительный срок наши сейчас современные люди очень свободны и независимы и у нас как правило не может быть хозяин мышцы же с вами не в рабовладельческом строй же правильно но обращаясь кому-либо хозяин шеф мой начальник мы принимаем сторону раба араб помните он и на то раб он должен подчиняться поэтому рабское поведение воспринимается высшими силами негативно и ведет к неприятностям поэтому берите эти слова из своего лексикона лучше всего обращайтесь к человеку по имени и отчеству поэтому чтобы не привлекать бедность первым делом необходимо наполнить разум правильными мыслями и словами сломать убеждения и привычки очистить свою голову от слов и мысля которые действительно блокируют развитие и движение вперед также стоит исключить слова и фразы которые притягивают бедность до в первое время это будет сложно так как для того чтобы изменить свое мышление и избавиться от многих привычек требуется время но только так вы можете действительно изменить свою жизнь материальное благополучие это дело только в ваших рук только так вы за него отвечаете как только вы начнете исправлять свои ошибки вы сразу заметите как ваша жизнь изменится в лучшую сторону